Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. И мы с вами читаем 11 главу Евангелия от Иоанна. В этой главе содержится описание последнего чуда, последнего мессианского знака, который совершает Христос перед тем, как он будет предан в руки парисеев, перед тем, как он будет распят и воскреснет. Этот знак он совершает для своих учеников накануне своей Пасхи, для того, чтобы они окончательно поверили в Него. Глава начинается с описания общей ситуации. Накануне мы знаем, что Христос удаляется за Иордан для того, чтобы побыть одному и вместе с тем, зная, что в Иерусалиме за ним охотятся и оставаться там совершенно небезопасно. И до него доходит известие о том, что его близкий друг Лазарь, которого он любил, брат Марфы и Марии, это семья, в которой он часто останавливался во время паломничества, путешествий, и это близкие ему люди, он узнает о том, что Лазарь болен и умирает. Он три дня остается в Иудее, что вызывает недоумение учеников, потому что обычно, если ты получаешь такое известие, то нужно действовать немедленно. Но Христос дает время, три дня, для того, чтобы действительно совершилось нечто, что мы увидим потом. Три дня – это время для того, чтобы умереть. Считалось, что на четвертый день начинается процесс разложения, и поэтому воскрешение не имеет смысла, человек умирает окончательно. Поэтому Христос и ждет этого четвертого дня для того, чтобы показать, что чудо, которое совершится, гораздо больше, чем просто какое-то возвращение в жизнь, некая реанимация того, что еще можно реанимировать. Христос оставляет это время для того, чтобы смерть Лазаря стала тем пространством, как и в случае со слепорожденным, где слава Божия будет явлена, и через это чудо прославится Сын Божий, и ученики уверуют в Него. И одновременно здесь опять мы видим, как нависает тень креста, потому что возвращаться в Иудею для Христа – это означает идти на смерть. И действительно приблизился час, потому что Синедрион уже вынес смертный приговор, и мы видим, что воскрешение Лазаря сыграет в этом судебном процессе последнюю роль, последнюю каплю. Итак, для Христа, как и для Его учеников, идти в Иудею – значит идти навстречу смерти. Именно поэтому Фома, которого по недоразумению говорят, Фома неверный, в действительности, наоборот, верный и преданный ученик, подводит итог очень решительно. Он говорит «пойдем, и мы умрем вместе с Ним». И здесь пророчество состоит в том, что Христос для того, чтобы воскресить своего друга, в действительности должен умереть. Здесь мы оказываемся на пороге пасхальной тайны, потому что это не просто тайна смерти, когда кто-то становится жертвой насилия, но воля к жизни, которая проходит сквозь смерть, и эта воля к жизни столь велика, потому что она божественная, что сама смерть становится в действительности воскресенье. Итак, Христос отправляется в Вифанию, и Евангелист говорит о том, что Он радуется. И Он говорит о том, что нужно днем ходить, пока светит свет. Пока светит свет, Он совершает это восхождение в Вифанию, дабы ученики уверовали. Лазарь находится во гробе уже четыре дня. Смерть уже совершилась, и никакой надежды нет. И здесь мы видим две сестры, Марфа и Мария, и каждая из них являет какой-то свой образ, свой аспект веры. Мы помним из Евангелия от Луки о том, что Марфа – это скорее деятельная вера, она человек действия, и она спешит навстречу учителю. На что Христос ей отвечает – воскреснет брат твой. И между ними происходит удивительный диалог, потому что Марфа действительно верит в воскресенье, как верят фарисеи и другие благочестивые люди, но чего-то самого главного она еще не понимает. И она говорит – да, воскреснет. Воскреснет в последний день, когда придет Мессия. Она не может представить себе, что тот, кто стоит перед ней, действительно есть источник воскресенья. И в этот момент Христос произносит потрясающие слова – «Аз есмь воскресенье». Сестра Мария представляет собой созерцательную веру, и поэтому рядом с ней всегда собирается больше людей, и ее, может быть, больше любит Христос. И она ждет, пока ее позовут. Марфа выбегает первой навстречу. Мария ждет, когда ее позовут. Учитель ждет тебя. И она выходит к нему навстречу. Христос видит слезы обоих сестер и скорбь, которая царит в доме. И евангелист указывает на то, что, видя все это, Христос воскорбел духом, буквально содрогнулся. В нем все дрожит от сострадания. Он задает вопрос, где вы положили его? Ему говорят, пойди и посмотри. И здесь мы видим опять, как и в эпизоде «Воскресенье сына Наинской вдовы» Христос, сын Бога, живаго, источник жизни, оказывается лицом к лицу с реальностью смерти, с реальностью тления. И поскольку зрелище смерти и страдания людей вызывают в нем такую глубину сострадания, настолько, что его утроба содрогается от боли и, мы бы сказали, эмпатии, он принимает это как момент к действию. Скорбя внутренне, он ступает на путь, который ведет ко гробу, тот путь, который проделал Лазарь, когда его хоронили. И он понимает, что одновременно это некое пророчество о его собственном пути, потому что ему впереди предстоит пройти свой крестный путь и путь смерти. «Христос говорит Марфе, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И здесь мы видим два ключевых слова евангелиста Иоанна «верить и видеть». Потому что верить – это означает не только иметь какие-то убеждения, придерживаться каких-то взглядов, но прежде всего это способность предать свою жизнь Богу и одновременно открытость, открытость, которая состоит в способности видеть то, что Бог явит тебе. Наступает момент, когда будет явлена слава Божия, момент некой теофании. И в этот момент отнимают камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус поднимает глаза к небу и произносит слова молитвы. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня. И сказав это, он громким голосом воззвал, «Лазарь, изыди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. И лицо его было обвязано платком. И Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». В этом чуде воскрешения Лазаря в действительности мы находим ключевые элементы того, что произойдет за тем самим Христом. Он точно так же будет погребен в пещере, он так же будет обвит пеленами. Но разница между воскресением Христа и воскресением Лазаря будет радикальна. Лазарь воскрешается к биологической жизни. Ему предстоит умереть опять. И поэтому он выходит в погребальных пеленах, как знак того, что он еще умрет. Поэтому развяжите его, и пусть он идет. Пусть он идет – это означает, будет живым. Потому что что отличает человека живого – это способность ходить перед Богом. Поэтому пусть он идет. И в противовес этому мы увидим пасхальным утром пустой гроб, где будут лежать свитыми пелены, в которых был погребен Христос, потому что он воскреснет уже той жизнью, над которой смерть не имеет власти, и пелены останутся как свидетельство о том чуде, о котором сегодня пророчествует воскрешение Лазаря. И все, что произошло, производит колоссальный эффект и на учеников, и на всех, кто находится рядом. Мы слышим молитву Христа, молитву Сына, которая обращена к Отцу, молитву полного доверия, в которой Отец должен подтвердить, что действительно Христос – Его Сын. И это становится последней каплей, которая переполнит чашу терпения парисеев, других иудеев, которые пришли в этот день к гробу Лазаря и слышат все это. И они совершенно возмущены этим богохульством, собирают совет и задаются вопросом, что нам делать. Этот человек сотворил слишком много чудес. Если оставить все как есть, то случится катастрофа. Придут римляне и разрушат и этот город, и храм, и народ окажутся в рассеянии. И здесь мы уже видим, что тучи над Христом сгущаются окончательно, смертный приговор уже вынесен. Глава заканчивается словами о том, что Иисуса ищут и в храме переговариваются друг с другом в ожидании того, что Он придет на праздник Пасхи Иудейской. Придет Он или не придет. Но фарисеи уже отдали приказание, что если кто узнает, где Он будет, чтобы донесли и объявили для того, чтобы Его взять. На портале Exeget.ru с вами был Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.